И вы приглашает пастора Михаила Тубровского. Михаил Тубровский руководитель отдела богословия Российского Освенненного Союза Кристиан Берли-Вангинской. И доклад «Восстановление смысла всеобщего священства как основание новой кризиологии». Уважаемые коллеги и дорогие братья и сестры, благодарю Господу за возможность здесь выступать и спасибо организаторам за предоставленную возможность. И сразу хочу сказать, что Роман Николаевич прочитал название доклада. У меня в процессе подготовки он тоже несколько поменялся, но не сильно. Поэтому тема выступления всеобщего священства как новая кризиологическая перспектива. По сути, то же самое. Мне показалось, что так короче и как-то более точно выражает мысль. По сути, то, что я хочу говорить, на мой взгляд, может вполне себе стать одной из основных тем в дискуссии о церкви и о служении церкви в современном нашем мире. Хотя тема, конечно, ну, само понятие достаточно древнее. В священном писании впервые возникает книги «Исход», потом неоднократно обсуждается в Новом Завете, обсуждается на протяжении всей истории церкви. Понятно, что в эпоху реформации эта тема обсуждается очень активно. Но, на мой взгляд, в последнее время появились новые и весьма интересные акценты в этой дискуссии, на которых, собственно, я хочу остановиться. Ну, во-первых, начну с того, как это понятие традиционно понимает, ну, во всяком случае, протестантизм. Потому что, ну, закрепилось это в таком виде, что это право каждого христианина прийти к Богу без посредников, а также участвовать в служении церкви и в управлении церковной общины. Хотя, когда смотришь работы и отцов церкви, и отцов реформации, там находится гораздо более глубокое понимание этого понятия, и всеобщее священство понимается и глубже, и интереснее, но вот в практике церкви, в практике церквей протестантского направления больше частью закрепилось вот такое представление. И надо сказать, что наряду с тем, что в нем есть достаточно много позитивных моментов, которые способствуют оживлению общинной жизни, способствуют вовлечению, ну, будем так говорить, прихожан, да, хотя я не очень люблю этот термин, в активное церковное служение, но при этом есть и ряд негативных моментов, в частности, при таком понимании всеобщее священство постепенно формируется достаточно жесткое противопоставление церковному и мирского. И христиане, они как бы живут в двух мирах, в церкви он одним образом живет, существует, думает и действует, а в светском пространстве его действия и подход к жизни, он основан на совершенно других представлениях очень часто. При этом меньшая часть христиан, они действительно активно вовлекаются в церковную жизнь и таким образом реализуют себя, реализуют те дары и таланты, которые у них есть, они активно участвуют в служении, там могут несколько дней в неделю, как иногда говорят, пропадать в церкви и там что-то делать, но при этом они очень часто совершенно пассивны и дифферентны к тому, что происходит за пределами церковных стен, ну, потому что как полностью удовлетворены вот своей такой вовлеченностью вообще. ну, при этом большая часть христиан по какой-то причине либо не могут, либо не хотят так активно вовлекаться и в результате в церковной жизни они как раз окажутся в роде тех самых прихожан, довольствием с тем, что по воскресенью приходит церковь и, ну, в той или иной степени активно вовлекаются вот, собственно, в процесс церковного богослужения, но вся их остальная жизнь проходит в совершенно такой светском пространстве, они сосредоточены на обычной работе, там, заботе о семье и так далее, и при этом они совершенно не воспринимают это как служение Бога, они воспринимают это как, скорее, такой компромисс вынужденно с миром, что вот они, ну, как бы, не могут более активно как-то Господу служить. И это вот такое традиционное представление, которое в начале вот 21 века начало потерпевать некоторые изменения, причем, вот недавно обнаружили, что это параллельно происходило и в нашей стране, и за рубежом, в частности в Украине, в Соединенных Штатах, в Латинской Америке, в ряде ангелических церквей стал формироваться, ну, как бы, другой взгляд на понятие всеобщего священства. И здесь, в центре, собственно, другого взгляда лежит следующее представление, что в качестве основного места служения христианина стала рассматриваться повседневная жизнь, и в первую очередь его профессиональный труд. То есть, собственно, рабочее место стало местом совершения человеком его священческого служения. Такое смещение акцентов повлияло и на само представление о священодействии, потому что отныне это не просто право каждого христианина прийти к Богу, но это уже ответственность христианина за то, чтобы принести присутствие Божия, принести реальность Царства Божия в ту сферу, за которую он ответственен. Это его дом, это его рабочее место, это, собственно, его окружение, в котором он живет. И чтобы реальность Царства Божия могла быть действительно реализована в нашем мире, христианин в ходе своего труда, я буду прежде всего акцентировать именно профессиональный труд, потому что именно эта идея находится в центре внимания здесь, профессиональный труд, как местное священное действие. Так вот, в ходе своего труда должен выполнить одновременно два поручения, ну или по-другому, можно сказать, две миссии. С одной стороны, это культурная миссия Адама по владычеству землей и возделыванию этой земли, преображению этой земли в соответствии с Божьим замыслом. И в великое поручение Христа идите, научите все народы, миссия по распространению Евангелия в Триере. И таким образом, всеобщее священство понимается как такое двуединое служение. Во-первых, преобразование мира в процессе профессионального труда в соответствии с Божьим замыслом. И во-вторых, служение благовестия о Христе, словом и делом, своим сотрудникам, партнерам и клиентам. Опять же, большей частью в контексте профессиональной деятельности. При таком понимании роли места христианина в мире, каждый мыслит, как послание Божие, у которого есть свое особое поручение от Бога, касается сферы его ответственности. И каждый снаряжен соответствующим механизмом, благодаря которому он может это поручение исполнить. Таким образом, происходит переосмысление вот обеих слов в этом словосочетании. Если раньше слово всеобщее понималось как право, которое принадлежит каждому христианину, то теперь к этому значению добавляется еще одно представление о том, что каждая сфера человеческой жизни должна быть освящена, а значит каждая сфера человеческой жизни и может и должна быть местной священной действии. И представление освященства соответственно меняется, потому что если раньше основной акцент делался на личных отношениях человека с Богом, то сейчас акцент переносится на то, что человек становится посредником, христианин становится посредником между Богом и тем миром и теми людьми, которые Бога еще не знают. И соответственно в его посредническом служении он должен вот эту реальность царства Божьего принести туда, где оно еще не проявлено. Ну на мой взгляд такое представление о священстве тех верующих безусловно намного ближе к библейскому и намного ближе, надо сказать, и к тому, как оно прослеживалось в трудах отцов реформации. Но как это часто бывает, когда библейский смысл восстанавливается, он часто вступает в противоречие с теорией и практикой существующей церкви на тот момент. И вот несколько из вызовов, с которыми приходится сталкиваться в обсуждении этих вопросов. Первый вызов это, собственно, вопрос ограничения, сакрального и профанного. Потому что как только представление о профессиональном труде, как способе мести, средств и услужения Богу возникает, то возникает следующий вопрос, что если банкир или банковский работник не просто совершает транзакции какие-то, если инженер в ходе своего труда не просто осуществляет какую-то сложную техническую деятельность, если домохозяйка не просто заботится о доме и о детях, но если все эти люди в процессе своего труда осуществляют реальные священные действия, то чем их действия отличаются от священников в храме или пасторов вообще? Друзья, где грань проходит между священным и не священным, аж сакральным и профанным? Вот сейчас диалог идет о том, что фактически грань проходит не в том, что делает человек, не то где он это делал, то как он это делает. Но вопрос, безусловно, требует ответа. Второй вопрос, который здесь возникает, это вопрос о роли служителей церкви и церковного богослужения. Я тут хочу предварить этот вопрос. Такой цитата из Павла Евдокимова, которая с грустью пишет о состоянии христианин современной. Ну, понятно, что он пишет о православной церкви, но мне кажется, что здесь можно расширить эту цитату не только на православную церковь. Кто тот? Один из богословов в Парижской школе. Он пишет следующее. Лаев, Юлимирянин, это тот, кто способен лишь на пассивное восприятие, рецепцию. Ему нечего делать церкви, кроме денежного пожертвования, потому что у него нет экоизиологической функции, нет служения, нет хоризма. Ну, это вот его диагноз, да? Про христианина, который осознает свой труд как служению Богу, уже безусловно нельзя сказать, что у него нет служения, нет хоризма. Зато вопрос о его экоизиологической функции, его месте в церкви встает в полный рост. Потому что, ну, для чего он приходит на церковное богослужение, если его рабочее место уже есть, сакральное пространство, где он посредством своих духовных даров и профессиональных навыков совершает чудо воплощения Царства Божьего на этой земле. Что ему дает так церковное богослужение? Что должен делать служитель церкви по отношению к таким людям? Как он должен высвободить тот потенциал христиан-профессионалов? Как он должен благословлять их как служителей Божьих в этом мире? И как он должен обеспечить пастырское сопровождение их профессионального служения? К сожалению, этот вопрос еще даже не поставлен в полную силу, хотя его актуальность все острее и острее ощущается. Совсем недавно, буквально на днях читал черновик доклада одной моей коллеги, которая в Санкт-Петербурге на эту тему говорит и показывает, что все больше и больше людей, ну вот в наших, она протестантские церкви исследовала, как раз воспринимает свое рабочее место как основное место служения. А вопрос о пастырском сопровождении такого служения пока не стоит. Еще один вопрос связан с пониманием миссии церкви в нашем мире и способом осуществления. Утверждение, что профессиональный труд есть, основное служение христианина требует, чтобы обсуждение миссии церкви не ограничилось исключительно вопросами проповеди и библейской морали. Должна ли церковь брать на себя ответственность за исполнение культурной миссии? Преобразование мира в соответствии с замыслом. Должна ли церковь давать практические ориентиры, соответственно, с которыми это преобразование должно осуществляться? Причем указывать эти ориентиры таким образом, чтобы даже далекие от христианства люди признавали их справедливость и руководствовались ими в практической деятельности. Но по большому счету в такой постановке вопроса ничего нового нет, поскольку церковь на протяжении истории своей неоднократно, более или менее успешно эту работу проделала. Но дело в том, что каждая новая эпоха, она требует, ее проделывают заново. И, соответственно, вот вопрос, каким образом эта христианская миссия должна осуществляться в условиях нашего быстро меняющегося, сложного и все больше и больше уходящего от христианства мира. Ну и последнее, на чем хочется остановиться. Дело в том, что всякий вызов – это всегда и возможность. И, на мой взгляд, вот как раз, почему я и доклад свой назвал, что всеобщее священство как новая эпохизиологическая перспектива, на мой взгляд, в таком переосмыслении этого понятия таится много возможностей. Я на двух остановлюсь, которые, на мой взгляд, наиболее интересны. Первое, собственно, то, что уже начал говорить, это вопрос о новом понимании миссии Церкви. Поскольку принятие профессионального труда как способа осуществления двуединой миссии, включающей как культурную миссию Адама, так и призыв к проповеди Евангелия и ученичеству, позволяет намного более полно задействовать потенциал каждого христианина для деятельного служения Господу. Сам факт признания профессионального призвания как служения уже выводит профессиональную деятельность в иной антологический статус. Рабочее место отныне не просто возможность для зарабатывания денег, но пространство практического осуществления своего жизненного призвания и христианского ученичества. Возможность служить Богу не несколько часов в неделю, выполняя какую-то работу внутри церковной общины, либо заботясь о бедных, но постоянно в ходе своей сложной профессиональной деятельности это еще и реальная возможность принести благою весть о Христе тем нашим современникам, которые от Церкви далеки и считают христианство не имеющим ничего общего с реальной жизнью. Тем самым Церковь в своем служении начинает намного больше напоминать ту закладку из притчи Христа, которая, растворяясь в ткани этого мира, обретает силу для преображения окружающей действительности силы своего свидетельства. И второй момент. Это экуменический потенциал этой темы. Профессиональные призвания, направленные на преображение мира в соответствии с замыслом Божьим, равно как и служение радостной вести, ставят перед христианами такие вопросы, в отношении которых наше конфессиональное расхождение минимальное. Причем это не теоретический вывод, а практическое наблюдение за христианами в процессе их работы, принадлежащих разным совершенно направлениям. Что в протестантизм, что протестанты православные, но протестант Католич не имел возможности видеть именно в рабочей ситуации, просто не столкнулся, интересно тоже было посмотреть. Перед людьми, что их коллеги, что их рабочая ситуация, ставят такие вопросы, на которые все христиане отвечают примерно одинаково. Потому что это касается не особенностей нашего богослужения или каких-то тонкостей нашего вероучения, а обычно те вызовы, с которыми сталкивается человек в повседневной жизни, на которые мы все даем в общем очень похожий ответ. При этом каждый из нас в воскресный день идет в ту храму или в ту общину, частью которой он является, и поклоняется Христу в соответствии со своей традицией, но вызовы, с которыми мы сталкиваемся в ходе выполнения своей профессиональной миссии, редко затрагивают конституциональные особенности расхождения. Общее благо, стремление сделать мир лучше, вопросы этики, справедливости, прощения, сострадания, в этом христиане едим. Тем самым признание профессионального труда основным способом реализации наше священнического служения позволяет преодолевать настороженность и недоверие между христианами различных конфессий и вместе трудиться для Царства Божьего. Конечно, это не разрешает и не снимает тех вопросов, которые до сих пор разделяют различные церкви, однако это точно шаг в исполнении молитвы Иисуса Христа, да будут едины и да уверуют в мир. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Церебрич, у вас вопрос? Можно? Конечно. Вы знаете, я вот даже Евдокимову не знал, но Кальвина я читал. И мне такое впечатление, что все это уже сказано. Отчасти. Да, и на все вопросы поставлены ответы. У меня такое впечатление, что Кальвин еще не родился и теперь вы снова приносите его весть в мир. Неужели протестанты отказались от всего, что написано их, как их назвали, отцами? И открывают заново то, что, в общем, было одно из основных вашего мироучения? Ну, это действительно так. Открывают заново. Я вот сейчас подумал, что может быть просто это опыт русских протестантов, потому что все, что не делалось в России, делалось во благо победы коммунизма и низвержение христианства. И если ты, скажем, сосиски в колбасу не заложил, какой-нибудь это, где они, они не фальсифицированы, то это и сделало во славу того, чтобы где-нибудь и в Гондурасе, и в Марокку победил коммунизм. И поэтому, естественно, твой обычный труд не мог служить тебе, не мог быть твоим служением Богу, и не мог быть сакальной частью, а теперь ему влачается нормальное, реальное протестантское значение. Я буду рады, если так было. Да, и может быть, вы в Америке нашли похожих на вас людей, а там, в общем, не отказывались от того восприятия мира, которое было указано, которое было описано Вебером? Ну, я похожих людей нашел в Украине. Ну, это уже пространство, тем не менее, мы их нашли в Америке, при этом это не иммигранты из бывшего Советского Союза, это люди, которых церковь, например, находится на Манхэттене, в Нью-Йорке. И профессионалы из этой церкви пишут, что это единственная община, в которой пастор говорит нам о значении профессионального труда в смысле служения Богу. А все остальные говорят, потому что пожертвуют. Где остальные камеры забыли? Ну, вот, я же так, ну, как бы, в начале доглада и говорил, что в трудахотцах реформации многие эти вещи есть, но они, правда, в практике церковь потеют. Второе рождение. Ну, мы же всегда переоткрываем то наследие, которое еще в Евангелии есть. Так, главное, чтобы, вот как бы, за вторым рождением еще следовало Огненное Крещение, чтобы это приводило к миссии и ко всему остальному, да? Спасибо.